Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с вице-премьером Александром Хлопонином. Речь шла о защите окружающей среды. Этот год, напомню, объявлен годом экологии. Президент поручил заместителю главы правительства помочь Генпрокуратуре проверить, как исполняются законы об ужесточении наказания за уничтожение редких животных, занесенных в Красную книгу. Также говорили о переходе предприятий на так называемые наилучшие доступные технологии в сфере защиты экологии. Вы по линии правительства занимаетесь организацией этой работы. Как Вы видите те мероприятия, которые планируются правительством? Что, в какие сроки, ну и каких результатов мы планируем достичь в результате этой работы? Реализуем проект «Чистая страна». В рамках проекта «Чистая страна» мы будем действовать по думастным направлениям. Первое направление связано со строительством пилотных пяти заводов по терапической обработке коммунальных бытовых отходов. Это Московская область, это Татарстан. Второе направление – это вопросы, связанные с рекультивацией и очисткой накопленного ущерба. В этом проекте будет задействовано около 20 регионов, и под него попадут 25 объектов. Из таких известных объектов – это город Держинск, Нижегородская область, это Челябинская область и земля Французского. Также, по вашему поручению, безусловно, в этом году займемся и очисткой нашего озера Байкал. Что у нас с решением вопроса перехода на лучшие тихороны? Значит, у нас практически большинство наших крупнейших предприятий вошли в эту программу. До 2019 года предприятия должны утвердить переход в проект и программу на переходные и лучшие доступные технологии. И начиная с 2020 года они должны уже заняться имплементацией. Почему задал этот вопрос? Вы принимаете? На меня выходит представитель бизнеса, обосновывая необходимость сдвижки, как у нас бюрократическим языком говорят, вправо всех этих, по графику всех этих планов. И я хочу вас попросить, чтобы к этим предложениям и просьбам вы относились самым внимательным образом, чтобы всё действительно было наилучшим образом просчитано. Спасибо. Спасибо.